Нет борьбы с тираниями, как осознанной, главной, самой важной и самой актуальной сейчас беды человечества. Самая главная беда человечества, это там не вовсе не потепление климата, а вот те люди, которые захватили власть, её удерживают силой, которые ввергли свои народы, свои страны в разорение, нищету, бесправие, геноцид и так далее и тому подобное, это главный враг человечества, и кто с ним борется? Я же там не говорю про ООН, во какое посмешище превратилась Организация Объединенных Наций в уёжище какое-то, извиняюсь за выражение. Да, вы сказали, попали под воздушную тревогу и удары баллистикой, наблюдали практически в очи. Что у нас объединяет, Геннадий Ильич, у нас сейчас на момент записи воздушная тревога по всей Украине, вот у меня почему в левой руке телефон был, сработала воздушная тревога, МИГ по воздухе, в России они подняли МИГ, и параллельно с этим, скорее всего, С-300 бьют по Одесской области. Видите, мы с вами на расстоянии тысяч километров. Да, на самом деле, очень серьезно, когда баллистические ракеты, и, конечно, у Украины нет такой плотной противоракетной противовоздушной обороны, как у Израиля. Да, я знаю, что Украина переняла, взяла хорошую, так сказать, у израильтян это система оповещения, но плотности такой обороны, как есть в Израиле, конечно, в Украине нет. Давайте объясним зрителям тоже, что территория Израиля, она меньше территории Киевской области, поэтому закрыть ее... Да, территория Израиля 22 тысячи квадратных километров всего. Да, поэтому закрыть ее гораздо легче. Понятное дело, что летит, ну и плюс разное летит, ведь до недавнего времени, вот до появления в большом количестве баллистики, летящей в сторону Израиля, чаще всего это же летели обычные такие крылатые ракеты, которые сбивались достаточно просто, даже без помощи западных партнеров. Мы не говорим про те массированные атаки. Поэтому, да, защитить небо Израиля, конечно, гораздо легче, но мы очень, да, признательные государству Израиля за вот эту систему оповещения. Недавно в интервью посол Израиля в Украине, господин Бродский, сказал, что система передана, правда, не до конца инсталирована, в силу обстоятельств, там, определенных сложностей, но я думаю... Я все время говорю, что я очень, как бы так сказать, эмоционально переживаю, что отношения Украины и Израиля сопряжены со многими проблемами, трудностями и взаимным непониманием. Уважаемые зрители, прямо сейчас еще раз попрошу вас нажать кнопку лайк, нравится для того, чтобы нас было больше. Геннадий Владимирович, про позиции, про сильных лидеров. Что думаете вы о заявлениях Трампа, что вот он недавно сказал, что Путин давно стремился вторгнуться в Украину, но этого не произошло, якобы из-за позиции тогда президента Трампа. Об этом сказал сам Трамп, выступая на мероприятии в мэрии города Оукс. Вы к Трампа относите вот к тому же разряду популистов, которые сейчас пришли к политику, или к тем, кто вот какой-то там более тяжелым словом и делом? Я думаю, что там, к сожалению, популизм и в одной, и в другой кандидатуре достаточно популизма. Только популизм рассчитан на различные слои населения. Если популизм Трампа рассчитан на, ну скажем так, более консервативного, я так мягко говорю, более консервативного избирателя, то популизм Камала Харрис, он рассчитан на популизм больше, так сказать, левоориентированный. И в этом смысле популистские тенденции, популистские моменты в избирательных кампаниях обеих кандидатов, они достаточно сильно представлены. Тут мы должны понимать, что сейчас ситуация в мире критическая. Мы это очень хорошо видим. Особенно в Европе. Я не знаю, как в Соединенных Штатах Америки, я ее не чувствую. А вот ситуацию в Европе я еще и чувствую. Не только знаю, но и чувствую. Это, так сказать, сильно увеличивает, как бы, так сказать, понимание, глубину понимания проблемы. То, чтобы Европа полностью сейчас, ну, не полностью, давайте так, что Европа сейчас завоевывается людьми очень низкой политической культуры, да и вообще культуры как таковой, это совершенно очевидный факт. И я думаю, что это очень угрожающая тенденция, противоядие против которой не найден до сих пор. Не найден. И это может иметь очень тяжкие последствия для развития всего человечества. Бытность президента Трамп первым действующим президентом посетил Северную Корею. И тогда, за год до этого, лидеры Северной и Южной Кореи пожали руки. Вы видите в этом связь? Что тогда почему-то так происходило. А сейчас, спустя, это был 19-й год, спустя 5 лет, Северная и Южная Корея на грани войны. Ну, мое предположение, мое мнение, что приезд Трампа в Северную Корею – это чрезвычайно большая геополитическая ошибка. Вот это мое точное. Оно было мнение и тогда, когда он там хлопал этого Кима по плечу, говорил, что он там хороший парень. И я прекрасно понимал, что это гигантский подарок северокорейской диктатуре, которая, так сказать, держится на лжи, обмане и репрессиях. И, естественно, она включила по полной программе маховик вот этой своей внутренней пропаганды, что все лидеры мира, все сильные мира признают правоту корейского, так сказать, пути и силу своего лидера, вокруг которого надо объединяться, давить неугодных, давить недовольных. И прочее, прочее, прочее. Это дало толчок Ким Чен Ыну на создание ядерного оружия. И это ядерное оружие уже создано. Вот мы должны с вами четко понимать, что сейчас ядерное оружие находится в руках ряда стран, которые, ну, безответственны, я бы сказал. Это мягко. А вообще они отморочены. Смотрите, Путин, который обладает гигантским ядерным потенциалом. Это Ким Чен Ын, который обладает, я уже сказал, оценкой его ядерного потенциала от 40 до 100 боеголовок. Это, к сожалению, Китай, который наращивает свое военное техническое, наращивает свои обороны, военный потенциал и увеличивает ядерные арсеналы и так далее и тому подобное. Это Пакистан, у которого по всем, как бы, съесть ядерное оружие по факту. Ну и так далее. То есть это страны, которые, в общем-то, не демократические. Это страны с авторитарными, тоталитарными, больными наглую некоторые страны режимами, типа Путина и Ким Чен Ын. И плюс к этому сейчас рвется к ядерному оружию. В общем, получается, ситуация тяжелейшая. А цена ядерной войны, чтобы просто понимали наши зрители и те, кто будет нас там анализировать, это от минимальной 550 миллионов погибших, минимальной от ядерного конфликта 550 миллионов жертв, напоминаю, что Вторая мировая война обошлась человечеству самой кровавой, 110 миллионов жертв убитых. А здесь 550 минимум до миллиарда 200 миллионов погибших, и пламени ядерной войны. Такова будет цена ядерной войны во всем мире для человечества. И десятилетия, так сказать, выхода из разрушенных цивилизаций, разрушенных стран, городов и так далее. Десятилетия. Многие десятилетия выхода. То есть отбрасывали человечество на десятилетия, а может быть, на полстолетия назад, если не больше. Вот что такое ядерная война, которая может произойти из-за отмороженных диктаторов. И если раньше, так сказать, голливудские фильмы показывали, что какая-то группа террористов захватывает там одну ракету или там подводную лодку и начинает угрожать всему миру, то террористы не мелочатся. Они захватывают целый государство. Россия – страна террористов. Корея – страна террористов. Иран – страна террористов. Китай – страна, которая поддерживает это все, по крайней мере, не исключает это. По крайней мере, поддержит страны-террористы. И этот список можно, к сожалению, продолжать. Вот что происходит. Захвачено ядерное оружие властью, которое узурпировано в странах, обладающие ядерным потенциалом. Вот и все. Это в десятки, в сотни раз хуже любого голливудского вот этого боевика, любого голливудского фильма. Да, голливудский фильм, к сожалению, заканчивается титрами, а нам в этом жить. И вот да, те сценарии, которые вы начертали, конечно, Либо жить, либо, извините, умирать. И умирать, да. Либо выживать, и мы не понимаем, какие последствия, то, о чем вы говорили, когда отбрасывают назад, какие изменения климата, что приводит к голоду, страшные последствия, которые не хотелось бы увидеть, да, в реальной жизни, пусть это останется в голливудских фильмах. По поводу вероятной войны, такой большой, вот вы сейчас настращали, да, я просто сказал о реальных возможностях. Да, да, я понимаю, я понимаю. И зритель сразу, понятное дело, напрягся, и обоснованно, и задался вопросом, сидя у себя у экрана, а где на данный момент, ну вот если там горит, там горит, там горит, где, на ваш взгляд, самая безопасная точка на планете на данный момент? Нет таких точек, может быть, в Новой Зеландии. И то, я в этом не уверен. Ну, понимаете, и все это происходит из-за бесхоребетности демократии. Это все происходит из-за бесхоребетности и нерешительности демократии. Ну, как вот может, вот объясните мне, пожалуйста, несмышленому, значит, блок НАТО, там они отмечают какие-то свои там юбилеи, праздники, заявляют о том, что мы производим на блок НАТО 55% всего мирового потенциала вооружения. Мы производим там 60% или 65% мирового ВВП. Это еще они Японию не берут с ее там семью триллионами ВВП. Да? И Южную Корею, там, и Южная Корея, сегодня десятая экономика мира, обошедшая уже Россию. Вот. Поэтому вы мне объясните, пожалуйста, как страны, которые производят большую часть вооружения, большую часть всех товаров, услуг в мире, не могут наказать отморозка с его, так сказать, полуторам процентами мирового населения и двумя процентами мирового ВВП. Вы мне это объясните, вот это. Я не понимаю этого. Они говорят, а мы не можем противостоять Путину, а мы не можем обеспечить Украину необходимым количеством ракет, снарядов, комплексов, противовоздушной, противоракетной обороны. У нас вот 31 танк мы дали, американцы, украинцы, ну пусть радуются, что 31 танк дали. Вот дали вам 20 Ф-16, вот вроде даже один самолет Ф-16 сбил. Видите, как хорошо? Но это о чем мы сейчас? Вот я не понимаю. То есть пока агрессоры, агрессоры ведь не понимают никакого языка, кроме языка силы. И пока кто-то из них не получит серьезно по морде. Лучше, если это будет по морде, получит Путин, потому что он главный сегодня тиран, главный террорист и главный, так сказать, объединитель всего и все это, все это вардалаков мира. Вот если бы Путин был наказан, то в мире произошли бы глобальные позитивные сдвиги. Просто представьте, тут путинский режим склопнулся. Россия перестала быть угрозой. Значит, валятся диктатуры в Средней Азии, валятся диктатуры в Африке, валятся, так сказать, венесуэльский режим, этот чокнутый, да, и Китай получает противовес Россию, которая становится частью западного мира. то есть это уже, да, естественно, так сказать, там серьезнейшая проблема у этого отморозка из Северной Кореи, то есть идет позитивный процесс очищения земли от сквермы. Эрдоган меняет свою позицию, начинает, так сказать, понимать, что можно им по морде получить, но, условно говоря, не только Эрдоган, там все остальные прижмут хвосты, подожмут хвосты, просто подожмут хвосты, скажут, нихрена себе, если они Путина замочили, его режим, так сказать, ковырнули, то что с нами-то они сделали? И все сразу стали лапочками, паиньками, что мы за мир, за дружбу, мы не за агрессию, мы готовы рассмотреть вопросы серьезных ядерных ограничений и разрушений и вообще стать частью цивилизованного мира. И все так заговорят. Или сегодня помочь Израилю замочить все эти террористические подразделения. Вот говорят, Израиль останавливайте. Как же можно останавливать Израиль, если с Ливана с территории подконтрольной Ирану и его террористическим армиям запускаются баллистические ракеты, способные взлетать в ближний космос? Ни хрена себе останавливайте, чтобы там эти ракеты остались с этими отморозками, которые, а завтра на них примитят ядерные боеголовки Ирана поставят парочку. Вы же, ребята, с ума сошли? Вот я с уважением отношусь к Боррелю. Я второе заявление вот читаю. Срочно остановить, срочно прекратить, прекратить и так далее. А что Боррель не знает, что резолюция 17.01 с 2006 года не срали? Чтобы по-русски вот сказать. Вот эти террористы срали на эту резолюцию. Они рядом с постами миротворцев ООН размещали свои туннели и шахты. Они там вооружались. Почему не говорили об этом? Почему не говорят о том, что все оружие, все пусковые установки на Ближнем Востоке размещены в жилом секторе? В жилом секторе умышленные. Причем квартиры брали в аренду, особенно на верхних этажах, чтобы с крыши пускать. Жильца селили тихого, спокойного. Один раз только жильец должен выйти из дома в час икс. А платили хорошие деньги за аренду квартир, за аренду помещений, за аренду гаражей, где стояли пусковые установки. Почему об этом не говорит господин Боррель? Или ему почему об этом не сказали? Почему в ООН никогда не обсуждался этот вопрос? Что в жилом секторе, превращая всех, всех граждан. Вот один мудак сдал квартиру свою под ракету, а весь дом оказывается под ударом. И люди что, не знали этого, что там живет жилец в виде ракеты с пусковой станок? И знали. А что люди не знали, была ситуация на Ближнем Востоке, когда на ракетном складе беженцев разместили, включая детей. И по этому складу ударили. И не осталось там ни детей, ни беженцев, ни ракет, ничего. А как по-другому, если на ракеты кладут спать детей? На ракеты. Вот мы застелили циновки какие-то, матрасики бросили на ракеты и положили детей спать. Это нормально? А Боррель говорит уже второй, остановитесь, остановитесь. Как ваш этот бывший президент. Остановитесь. Чего же там останавливаются, есть там склады, ракеты? Смертоносных. Как же можно останавливаться, если оттуда летит смерть на тебя? Помочь надо добить, как говорится, террористическую гадину. Восстановить нормальную власть в Ливане, восстановить нормальную власть в Йемене, восстановить нормальное управление газа, чтобы там не было этих ублюдков, которые получали деньги от ООН и рыли туннели, так сказать, аж из Египта и из других стран, чтобы размещать там вооружение и пусковой установки и боевиков. Чего там? Почему мы об этом не говорим? Это одна война. Я все время говорю, что это одна война. Украина и Израиль это одна война. Одни враги, одни и те же враги. Путин враг Украины, его режим, и путинский режим абсолютный враг всех прогрессивных сил на Ближнем Востоке. Иран воюет с Израилем, Иран воюет с Украиной, поставляет шахеды, поставляет баллистические ракеты и много чего другое делает. То есть, одна и та же война, ребята. Если вы хотите ее просрать, а судя по всем этим соглашательским настроениям, такой вариант не исключен, так вы, значит, просираете весь мир. Уже извините, я просто по-простому. Я думаю, что на уровне русского языка еще украинцы понимают меня, что я говорю. Вот. И не только украинцы. И те россияне, которые нас слышат. Поэтому хотите, так сказать, ну ладно, вы хотите жить в войне, погибать, но вы подумайте о своих детях, подумайте о своих внуках, подумайте, в конце концов, о будущем своих стран. У вас есть голова, или уже ничего нет, никаких негалов, непониманий, ничего. И кроме того, что остановитесь, как-то надо, как можно замириться, если это с территориями, на которых размещены армии террора. Вот мне расскажите, пожалуйста, как можно Путину отдать судебскую область, кемскую область, отдайте ему, не жалко. Гитлеру отдали. Кто, по-моему, ремарк нет, кто же писал-то из писателей, что говорят, вообще тяжело было нацистам. Говорят, почему тяжело? Ну, они же были за мир, они же не хотели войны. Говорят, да как так? Ну, если бы мир плясал под дудку Гитлера, войны бы не было. Отдайте им все, и чего? И не будет войны. Ну, и вас не будет. После теракта 11 сентября мир называл самым Бен Ладена террористом номер один. Геннадий Владимирович, на сегодня кто террорист номер один? Ну, что Бен Ладен? Он убил 4 тысячи человек, атаковав на глазах всего мира здание вот этих твойнс, близнецов в Нью-Йорке. Погибших, погибло около 4 тысячи человек. Ну, понятно, что есть ранены и так далее. А Путин уже миллион ухлопал. И угрожает убить еще миллиард. Если вдруг чего, ядерную доктрину они предусматривают, начинать ядерный шантаж. Ну, и его сравнивать и масштабы. Бен Ладен еще в детский сад не пошел по сравнению с Путиным. Мелкий шантажист, который, так сказать, не обретя никакой силы, ни денег, ничего, ну, я утрирую, бросил вызов всему миру. Но его всему миру наказал. А этот нет. А это серьезная вражина. Что как бы Бен Ладен для Путина. Нельзя его вообще ставить на одну, так сказать, линейку, в одну линейку. Потому что мы вообще с вами, понятно, у нас два самых кровавых тирана в мире. Это Сталин и Гитлер. Ну, по большому счету. Так вот, если мы берем самых отвратительных персонажей истории, их два сейчас. Наверное, есть там Китай и свои, там тоже были кровавые войны. Но тем не менее, вот так вот в мире как бы две фамилии Сталин и Гитлер. Это вот люди, которые уничтожили максимальное количество людей. Путин, конечно, по сравнению с ним пока еще не такой кровавый. Но мы же не знаем, чем Путин завершит свою политическую, вообще, чем он завершит свою жизнь. Может, он завершит ядерную войну. У Путина есть шанс стать самым кровавым упырем в истории человечества. К сожалению, такой шанс есть. Да, у человечества есть шанс остановить. И не надо ему этот шанс давать. Субтитры создавал DimaTorzok